Всем привет! С вами Ирина. Сегодня такой орхидейный ролик про их переезд в наш новый дом. Вы уже видели все мои орхидеи в обзорах, в новинках, в обработках, в цветении и все такое. Но сегодня мы будем их перевозить. Кто смотрит наши строительные влоги уже знает, что мы практически переехали. Сегодня предпоследний день сдачи квартиры. Кстати, на этой орхидейке, кажется, появилась детка. Ну ладно, это потом я покажу. Так что я пакую орхидеи. И, наверное, мы их все за один день увезем, которые не успеем, отвезем завтра. Выбирали специально эти два дня, потому что они самые теплые. Мне не придется их укутывать, укрывать. Сейчас на улице где-то плюс 20 градусов, так что для орхидей это в самый раз. Потому что предыдущей неделе там были вообще холодные дни. И мне бы пришлось их все укутывать. Ну а укутывать коробки с цветоносами, это вообще ужас было бы. Так, здесь, смотрите, горшочки я просто понаставляла. Между ними понапихивала там бумага. Ну, в общем, что-то, чтобы держало горшки, не дало им сдвигаться. Стеклянные горшочки оборачивала в бумагу. Вот, чтобы они друг об друга не бились. Грунт я никак не закрепляла. Не растрясется по дороге за 40 минут. Все будет с ними нормально. Вот, я еще не допаковала вот эту вот орхидею. Вот на подоконнике две еще осталось. Пока не влезли в коробочку. Так, здесь орхидейки паковались похуже. Чармер мешал всем, потому что он лежит на боку, свисает листьями. Так, вот эта вот красавица сиреневая тоже всем мешала своими листьями, которые положила на бок. Но, тем не менее, покажу вам эту гроздь. Надеюсь, она доедет нормально. Потому что под своим весом это что-то с чем-то. У нее там еще вторая ветка распустилась. Так, я здесь прищепкой прицепила и проволочкой еще притянула цветонос, чтобы он еще в одном месте фиксировался. Вот, постараемся в машине как-то так поставить. Может, он куда-то ляжет, этот цветонос. Но он очень тяжелый. Это может там откручивать карнизы. Не обращайте внимания на шум. У нас переезд полным ходом. О, смотрите. Какая красотища просто. Я в восторге от Чармера. Это его первое домашнее цветение. Так, и распустилась вот эта красота. Такая нежнятина. Надеюсь, все доедет хорошо. К тому же у меня многие орхидеи доращивают цветоносики. И так хочется, чтобы они не сильно стрессанули от переезда. Вот, у них там еще сменятся условия содержания. В другом месте чуть-чуть будут стоять. Надеюсь, они нормально переживут. А вот и джипшин. Я еще вам не показывала ее в цветении. А первый цветочек она выдала вообще трех лепестков. Вот это вот такой он раскрылся. Я такая думаю, ну, хоть бы второй нормально раскрылся. Второй раскрылся нормально. Вот это на старом цветоносе веточка. Распустилась на магазинном. А вот это вот у него еще новый цветонос. Надеюсь, мы их довезем и не обломаем по пути. Пока будем грузить в машину. Сюда влезли все мои мини и миди. Вот такие пушистики. Распушистики. Кстати, вчера видела в обе вот точно такую же орхидейку. С точно такой же листвой компактной. Вот красненькая. Называлась Sunset. Но в интернете я не нашла такого сорта. Но на горшочке было написано Sunset. Значит, Sunset. Точно такая же. Хотя вот эта орхидейка у меня уже лет пять. И только сейчас я увидела их много в обе. Вот. Такая красота. И вот здесь у меня такие более новые. Орхидейки тоже просто спаковала. Некоторые горшочки обмотала бумагой, чтобы они не цокались друг об друга. Так. На вот этой вот орхидее африканский закат. Сегодня обнаружила два логова мучнистых червецов. Взрослых уже особей. Еще раз ее обрызгала. Ну а теперь, конечно же, думаю, что нужно будет все орхидей обрызгать. Тем более, что они у меня будут стоять практически на одном стеллаже. Первое время. Так. А вот здесь Лас-Вегас, который только начал пускать корешочки такие коротенькие. Я, в общем, пенопласт вытрусила. Засунула его поглубже и засыпала пенопластом, чтобы он эти корешочки не обломал по дороге. Еще к палочке привязала листочек, чтобы он не шатался. Да. И остальные орхидейки его так подперли. Ну, в общем, точно не поломается. Потому что само растение не шатается в горшочке. Вот. Еще забыла про вот эти, представляете? Все спаковала, думаю. Ну, практически все. Да. Еще вот эти вот на целую коробку. Наши реанимашки. Одну из них я уже спаковала. Те, которые мы отпаивали. И они отлично. Они вообще крутые теперь. Вот такие вот все цокающие, клацающие, жирнючие. В общем, совсем уже не висят никакие листики практически. Вот у этой вообще уже пошло в рост вот эти два листочка. Прям вытянулись. Уже красивый лист растет. Да. Блестящий. Так. А вот наша мокрая орхидея, которая была в холодном грунте, мокрющем. Она тоже хорошо перенесла посадку. Смотрите, распустила мне еще несколько новых цветочков. Наш октопус. Так что, вот такая красавица. Молодец. Довольно стрессоустойчивая оказалась. И дикий кот. Моя новая-новая орхидейка. Вот она тоже распускает цветочки. Вот еще один распустила. В общем-то, надеюсь, что она тоже переживет два переезда. Нормально. Только приехала недавно и снова переезжать. Но уже не в темноте переезжать, а быстренько в коробочке. Перевезли ее туда. И надо будет расставлять на стеллаже. Загрузили орхидейки. На улице тепло. Хорошо. Так что сейчас быстренько поедем домой. Весь багажник уставлен коробками. Хорошо, что машина большая. Вот, смотрите. Им очень даже комфортно. Когда едут. Главное потом на второй этаж поднять. На улице 23 градуса. Даже теплее, чем дома. Все, орхидейки переехали в новый дом. Сейчас их аккуратненько нужно поднять. Не сломав удочки. У меня есть вот такой стеллаж, который нужно отмыть. Мы его недавно забрали. Кто-то отдавал. Это если что, один стеллаж? Он соберется друг на друга. И мы его поставим вот в тот угол. Там как раз будет более-менее не жарко орхидеям. Не на солнце прямом. Но и вроде бы как света будет хватать. А пока что я их разгружу на этот стол. Потом отмою в стеллаж когда-нибудь. И через пару дней они уже переедут на стеллаж. Вот, смотрите. Все вместились. Практически все. Вон та коробочка отдельно стоит. Там, где сегодня мучнистого червеца обнаружила. Вот. А все остальные красотки здесь стоят. А вот орхидейки, которые вчера не влезли. Мы их заберем сегодня. Принцип точно такой же. Горшки в коробку. Между стеклянными горшками бумага. И доедут нормально. Ничего не шатается. Пришло несколько дней. Я подготовила стеллаж. Полностью отмыла его. Перевернула полочки, чтобы бортики были. Чтобы горшки у меня не слетали с этих полок. И заодно не видно вот такой штуки. Потому что все полки такие себе. Где-то более-менее. Где-то пошкрябанные. Ну, в общем, перевернула их. Настроила по высоте под разные цветы. Внизу у меня будут стоять псевдобульбовые. Потому что туда еще с утра попадает прямое солнце. Выше у меня станут с длинными цветоносами. Дальше мини. Но сверху посмотрим, если кому-то нужно будет еще место. И, возможно, сверху еще сделаем полочку когда-нибудь позже. И поставлю туда еще синполий. Вот. Но сейчас буду распределять вот эту всю красоту по полочкам. Заодно пару новостей. Я не знаю, что там в глубинке происходит. Надеюсь, нормально. Я их иногда машу, чтобы они проветривались. В общем-то, распускаются мои красавицы. Вот это вообще шикарное. Такая прям нижненькая. У чармера гроздь висит. Свисает. Обалденный букет. Просто обалденнейший. Не ожидала я, что он так массивно цветет. Прям круто. Так, здесь отцветает дикапитал мой. Все уже. И у него пошел грибок какой-то по листочку. Очень быстро. Вот. Наверное, я его вот так срежу и выкину этот листочек. Так, здесь всех буду сейчас поливать. Всех, которые переставляю на полочку, сразу пополиваю. У котлейки здесь вроде бы все нормально. А вот маленькая котлейка. Новиночка моя. Но они обе новиночки. Вот эта вот манюнечка. Она выпустила корень. Смотрите, какой классный. И он так быстро растет. Здорово. Я переживала за него, потому что она ну прям совсем такой манюнечка. Вот. Ну, в общем, все хорошо у нее будет. Так. Здесь вроде бы никаких изменений. Нужно будет их поставить на полку и всех обработать от червеца. Мучнистого. Потому что они так плотненько постояли. Я думаю, что если на ком-то сидел, то переполз. Так, вот эти вот красавицы стоят тоже еще пока что в коробочке. Я надеюсь, что у них там все хорошо. Давно не заглядывала. Но вот у этой, которая была усушкой, у нее такая кайма некрасивая образовалась на листочках двух. То ли ее солнышко прижгло, то ли у нее там что-то пытается гнить в горшочке. В общем, буду смотреть. Кот распускается. Так. Здесь никаких изменений. И распустилась белая орхидейка. Я не видела ее еще в цвету. Покупала уценкой, отпаивала. Вот такая она симпатяшка. Вот. Так что новая орхидейка. Ну, удочку, конечно, отрастила. Такую, что в кадр не влазит. И, к сожалению, пропал мой цимбидиум. Я не знаю, останется с него что-то или нет. Две бульбы уже выкинула. Вот эту вот сегодня утром отделила от всех остальных. Она тоже гниет. Уже обработала всем, чем могла. И фундазолом, тетрациклином. В общем, все, что у меня было, еще фитоспорином осталось обработать. Всем по очереди. Так. Вот там вот вроде бы как остались еще целые бульбы, но они желтоватые. В общем, не знаю, что с этим будет. Посмотрим. Пока что лежит у меня в таком виде. Брызгаю, чем могу. Листва классные. Вот бульбы гниют, к сожалению. Это началось еще до переезда. Так что не знаю, что у нее там случилось с бульбами. Ну, посмотрим. Вот та, которую я уже точно отделила. Совсем гнилая, гнилая. Так гниют. Вот. К сожалению, такая беда у него. Нижняя полка уже заполнилась. Я их все протерла, полила. Смотрите, какие красавчики блестящие теперь. Перед этим обработала. Здесь только начинаю заполнять. Процесс не быстрый, пока всех протрешь, польешь. Места на столе не так много. Я их редко очень протираю, примерно раз в год. Смотрите, что я делаю. Наливаю чуть-чуть воды. Насыпаю лимонной кислоты. Это у меня просто баночка, чтобы удобно было пользоваться. Насыпаю, ну, щепотку на глаз. И потом вот такой тряпочкой вискозной для посуды протираю. Она очень хорошо протирает листочки. Вот. И лимонная кислота идет для растений тоже как что-то полезное. Здесь в Германии лимонная кислота продается просто килограммами. Вот. И она действительно для очень многих целей используется. Я ее использую много где. Ну, и вот для растений, чтобы протереть листочки. И при поливе. Когда я поливаю, я добавляю чуть-чуть лимонной кислоты. Потому что вода у нас щелочная. И чтобы на корешках не оставался налет на стаканчике, не оставался налет от воды. Вот эти вот все отложения кальцинированные. Чтобы их не было, я чуть-чуть, буквально щепоточку добавляю в воду при поливе. И таким образом орхидейки еще и под кормочку получают. Потому что, как говорят некоторые цветоводы, она идет даже практически наравне с янтарной кислотой. Вот. Протираю каждый листочек снаружи, внутри. На камеру это неудобно. Сейчас я очень тщательно так попротираю все. От вот этого налета всякого, пыли. Поливаю замачиванием примерно на полчасика. И затем, придерживая весь субстрат, сливаю воду. Вот новая порция. Много не надо. Буквально щепоточку. Продолжаю поливать оставшиеся растения. И смотрите, какого красивого слезнячка я обнаружила в этом шикарном горшочке с моим новым диким котом. Ну что, слезнячок, ты нам покажешь свои усики? Смотрите, какая прелесть. А вы говорите, зачем пересаживать, зачем пересаживать. Пусть растут в покупном грунте. Вот за этим, чтобы выгнать оттуда всяких непрошенных гостей. На самом деле, он маленький. Вот такой вот. Но все равно не прошенный. В общем, найду я хороший горшочек, потому что у меня все горшочки закончились. Нужно походить по магазинам, купить горшочек и пересадить. На самом деле, здесь много еще каких нужно пересадить. Вот эти вот все новиночки тоже нужно попересаживать. Они еще в покупных грунтах. Ну и раз уж я тут, покажу вам октопуса. Он распустил остальные цветочки, бутончики магазинные. Вот, ну с этой стороны у него лысая такая палка. Ну а в горшочке у него пару корешков пропало, после того, как он был залитый и холодный. Ну а в целом хорошо себя чувствует. Горизонт тоже раскрыл свои бутончики. Но если вот верхние бутончики, они и больше, и прям малиновые, то нижние такие себе. Маленькие, они дорастают странного цвета. Бледненькие такие. Ну я думаю, что домашнее цветение уже будет красивее. Смотрите, какие классные. Прям малиновые. Все, орхидейки нашли свое постоянное место пока что, пока идет ремонт. Потом они переедут на отдельные подоконники когда-нибудь. Пока что все еле-еле влезли на этот стеллаж. Вот в четыре яруса поместились. Теперь все хорошо видно, особенно вот чармер, который вниз смотрит. Такая шапка у него роскошная. Пришлось ее тут подвязать, чтобы она не отломалась. Вот такие красавчики. Вот целый стеллаж красавчиков. Листочки все отмыла, всех полила. Вот. Так что им тут теперь пару недель стоять политыми, а потом снова процесс полила. Вот, кстати, на первом плане орхидейки, которые были засушены. Они, видите, начали расти. Тронулись в рост. Листочки, корешочки. Так что с ними все хорошо. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok